Уход легковых моделей Форда из России, похоже, останется главной новостью не только последних недель, но и вообще всего года. Почему рынок покидает именно Форд, первым организовавший производство иномарок в России? Официально, потому что иссякли силы содержать три завода, мощностью в 360 тысяч машин в год, загруженных менее чем на четверть. Расширять бюджетную линейку и локализовать у нас китайский седан Форд Эскорт в разгар кризиса не стали, а Фокус и Экоспорт не предложили интересных россиянам цен. Неофициально можно предполагать и политическую подоплеку, ведь за последние годы бизнес в России сократили все американские автопроизводители. Однако на днях подоспели и другие причины. На специальной презентации в Амстердаме европейское подразделение Форда представило стратегический план GoFezer. Мероприятие использовали не только как площадку для премьеры нового поколения кроссовера Kuga. Оказалось, что Форд готовит 16 электрифицированных машин, и половина из них увидит свет уже в этом году. По сути, вся европейская линейка Форда будет в той или иной степени электрифицирована. Фиеста и Фокус обретут мягкие гибридные системы со стартер-генератором, который выдает до 50 ньютон-метров, нивелируя эффект турбоямы 1-литрового бензинового турбомотора. Под забытое имя Puma получит новый мягкогибридный кроссовер. Машина выйдет на рынок уже в конце года и заменит модель Экоспорт. Литровый мотор разовьет 155 лошадиных сил, а багажник вместит 456 литров. Для Европы Puma будут выпускать в Румынии. Мондео станет классическим гибридом, а Куго и Эксплорер получат заряжаемые версии. Да-да, после 20-летнего отсутствия Эксплорер возвращается в Европу, а именно в плагин-версии. Причем, если в США бензиновый V6 3.3 и электромотор выдают 323 лошадиные силы, то европейская версия оснащена 3-литровым турбомотором Экобуст мощностью 350 лошадиных сил, 100-сильным электродвигателем и 10-ступенчатым автоматом, которые выдают максимальные 450 лошадиных сил и 840 ньютон-метров. Аккумулятор емкостью 13 кВт-часов обеспечит 40 км езды на электротяге, а заявленный расход топлива – менее 3,5 литров. Готовятся и чисто электрические машины. На батарейках поедет транзит и новый, пока не названный мощный кроссовер, вдохновленный спорткаром «Мустанг». Обещан задний или полный привод и запас хода в 600 км. Почему все это важно для России? Потому что электрификация европейских Фордов оказалась несовместимой с реалиями российского рынка. Если в Европе останутся только гибриды и электромобили, то у нас с таким модельным рядом пока делать нечего. В отсутствие государственной поддержки подорожавшие зеленые машины будут неконкурентоспособны. Наверняка можно сказать только то, что Форд уходит не навсегда. Реструктуризация бизнеса в России совпала с урезанием расходов по всему миру. Но когда-нибудь в будущем дела снова пойдут в гору. Российский рынок – слишком лакомый кусок, чтобы уступить насовсем. Четыре года назад германо-американский Opel громко хлопнул дверью, чтобы теперь вернуться уже германо-французской компанией. На открывшемся автосалоне в Сеуле прошла премьера шоу-кара Kia Mahave Masterpiece, который дает представление о внешности будущего поколения модели. Еще недавно большой кроссовер Kia Telluride назывался условным преемником Mahave, но прототипы нового равного внедорожника минувшей зимой уже попадали в объективы шпионских камер. К слову, нынешний Mahave продается уже более 10 лет и поныне присутствует на некоторых рынках, например, в Корее, Китае и в России. Судя по приставке Masterpiece, то есть шедевр, корейские дизайнеры гордятся своим детищем. Ввиду того, что перед нами всего лишь концепт, разработчики не спешат делиться с нами изображениями интерьера, скрытого за глухой тонировкой стекол. Никаких других подробностей о машине Kia не сообщает. Неизвестны и сроки вывода на рынок серийного внедорожника. Но чисто внешне новый Mahave выглядит почти готовым к производству. Наверняка уже к концу года мы увидим финальную версию. Еще одна премьера Kia на автосалоне в Сеуле – это концепт-кар Signature, что значит подпись. Этим концептом марка сообщает, что работает над новым компактным кроссовером для глобального рынка. Новинка сыграет для Kia такую же роль, как модель Creta для Hyundai. Готовую к производству версию покажут уже до конца 2019 года, а пока нам предлагают оценить дизайн. Разработчики ни слова не говорят о технике, но уверяют, что дизайн этого концепта повлияет и на развитие других моделей марки. В подмосковном индустриальном парке Есипова открылся новый завод Mercedes-Benz Московия. Возведение завода заняло полтора года, а общие инвестиции составят более 250 миллионов евро. Российская бюджетная система получит около 4 миллиардов рублей. А чтобы подчеркнуть важность мероприятия, церемонию открытия посетили не только топ-менеджеры Даймбера во главе с Диттером Цетша. Владимир Путин символично заехал прямо в сборочный цех на российском лимузине Aorus. Компания Mercedes-Benz, я уверен, мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам. Они будут разочарованы в том, как строится, идет работа и бизнес в России. Тем более, что Mercedes-Benz имеет уже хороший опыт работы в Российской Федерации с автомобильным концерном ГАЗ и с КАМАЗом, где производят уже давно свои автомобили. Фактических подробностей пока мало. Известно, что завод рассчитан на выпуск 25 тысяч машин в год. Трудиться здесь будут более тысячи человек. Примерно половина уже нанята. А в ближайшее время закроют и остальные вакансии. Выпускать машины будут по полному циклу, но все основные узлы привезут из-за границы. Штамповки кузовных панелей не предполагается. Сваривают кузова вручную. А полуфабрикаты перемещаются по цеху даже не на конвейере, а на тележках. Сегодня мы начали выпускать Е-класс и готовы наращивать производство. В течение нынешнего года мы также представим некоторые наши кроссоверы. На данный момент мы производим машины для российских покупателей. Разумеется, мы будем следить за рынком и изучать возможности экспорта. Первые седаны Е-класса российской сборки поступят к дилерам через пару недель. Поначалу клиентам предложат только белые или черные машины. А на фиксированной комплектации вместо конфигуратора Mercedes перешел уже давно, готовясь к локальному производству. На цены запуск российского завода не повлияет. На федеральном портале нормативных правовых актов появился проект изменений в указ президента, которым регулируется полномочия ГИБДД. Последние пять лет автошколами заведует Рособранадзор, который выдает им лицензии после заключения ГИБДД. Однако у чиновников от образования не хватает ресурсов на автошколы. В результате многие автошколы уже после получения лицензии начинают преподавать теорию по интернету, а водить учат на необорудованных площадках и во дворах. Полиция об этом знает, но поделать ничего не может. По замыслу нововведение развяжет руки госавтоинспекции, которая сможет отзывать лицензии и прекращать работу автошкол в случае нарушений. Также предлагается выдавать лицензию не более чем на пять лет. Инициатива уже нашла поддержку как в Союзе автошкол, так и в Министерстве просвещения и Рособранадзоре. В конце прошлого года Volkswagen прекратил выпуск дизельных версий кроссовера Tiguan, мотивировав это невыгодностью производство дизелей Евро-5 для отдельно взятой России. Однако дизельные Tiguan составляли почти четверть продаж, и Volkswagen пошел на попятную. Дилеры возобновили прием заказов на моторы 2.0 TDI мощностью 150 сил. Как и прежде, этим машинам положен робот DSG и полный привод. Начальная цена 2 миллиона 89 тысяч рублей. Первые заказанные машины поставят клиентам в начале лета. Российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Модель лишилась дизельного двигателя, но обрела улучшенный интерьер, перенастроенный вариатор и пополнила оснащение. Всего предложено 10 версий. Базовая стоит 1 миллион 290 тысяч рублей и отныне включает обогрев лобового стекла и 6 динамиков аудиосистемы вместо 4. Для машин с 2-литровым мотором доступны 17-дюймовые колесные диски против 16-дюймовых у остальных модификаций. Открывшаяся в Амстердаме автомобильная выставка не автосалон в привычном понимании, а именно мотор-шоу, специализирующийся на спорткарах и тюнинге. Нынешнее мотор-шоу удивило совместным стендом нидерландской компании Spiker и российской BR Engineering. В автомобильном мире Spiker известен как производитель необычных спортивных машин. За неполные 20 лет своей истории марка выпустила около 300 автомобилей. У нас есть уникальная коллекция из 12 Spiker в одном месте. Я не думаю, что мы видели подобное еще где-либо, кроме как на заводе. Выпущенных машин могло быть больше, но попытка покупки спасения шведского СААБа едва не привела к банкротству самого Spiker. Устоявшая на ногах фирма пытается восстановить производство и запустить представленную еще 3 года назад модель Preliator, доработанную версию базового спорткара C8. В прошлом Spiker помогало подразделение Lotus Engineering, после закрытия которого образовался вакуум, заполнить который было предложено российской компанией. BR Engineering под руководством Бориса Рутенберга специализируется на разработке и внедрении спортивных технологий, а также создании гоночных автомобилей. Фирма уже построила прототипы BR-01 и BR-1, успешно выступающие в мировых чемпионатах по гонкам на выносливость в классах LMP-2 и LMP-1 соответственно. У BR Engineering огромные возможности, а мы нуждаемся в разработчиках для своих автомобилей. Мы хорошо знаем друг друга и легче работать с тем, кто понимает твой продукт как Борис. Одно из возможных направлений сотрудничества — это работа над кузовом и шасси. У Preliator углепластиковый кузов, но шасси еще алюминиевое. Последующие модели однозначно получат карбоновые элементы. В случае принятия российской стороной положительного решения, сотрудничество обещает быть интересным. Ведь Спайкер участвовал в Лимане 8 раз, а команда SMP Racing выступает в чемпионате мира на выносливость в самом престижном классе LMP-1. Российский прототип BR-1 претендует на звание лучшей негибридной машины.